Добрый день, уважаемые коллеги! Возможно, то, что я сейчас буду говорить, немножко будет встречено с противоречиями. Я готов выслушать любые вопросы, замечания. Но, тем не менее, для того, чтобы оставаться на одном месте, нужно бежать вперед, гласит китайская мудрость. А можно эту штуку, чтобы показывать? А, вот она. Ну, статистика, собственно говоря, актуальность кишечных инфекций не вызывает ни у кого сомнения. Так, одну секунду. Угу, интересно. 1,7 миллиардов эпизодов кишечных инфекций регистрируется во всем мире на сегодняшний день. Ну, бог с ними, 1,7 миллиардов переживем. Но 1,34 миллиона смертей детей в возрасте до 5 лет. Вдумайтесь, больше миллиона детей ежегодно погибает от кишечных инфекций. Вопрос, какая летальность может служить допустимой, согласно мнению экспертов ВОЗ, уважаемых профессоров, руководителей учреждений здравоохранения? Нулевая. То есть, иными словами, вот этот миллион погибает просто так, зазря. На сегодняшний день это те потери, которых можно было бы избежать. Почему? Поговорим чуть-чуть дальше. Я не буду зачитывать определения кишечных инфекций. Они классические, не поменялись со времен описания. Группа инфекционных заболеваний, я все-таки зачитаю, которые характеризуются фекально-оральным путем передачи, которые проявляются при мощным поражении кишечного тракта. Ну, бог с ним, с определением. Основными синдромами кишечных инфекций являются диарейный, гастритический, которые сами по себе, конечно же, неприятны для пациента, но основными неприятностями являются их последствия дегидратация обезвоживания и нарушение электролитного обмена. Именно дегидратация и электролитные нарушения являются теми причинами, которые приведут к гибели этих пациентов. Собственно говоря, понимание основ патофизиологии этого процесса позволяет выстроить сразу в голове приоритеты терапии, о чем мы с вами будем говорить немножко дальше. Синдром системно-воспалительного ответа сегодня трогать не будем, это отдельная история, которая является достаточно редким событием и встречается, еще раз повторюсь, скорее как исключение, нежели как типичное явление. С точки зрения патогенеза, все кишечные инфекции, все механизмы развития кишечных инфекций могут быть сведены к четырем механизмам. Секреторный, астматический, гиперперистальтический. Но это с точки зрения физиологии. Если мы говорим с точки зрения практической медицины, эти три патогенетических механизма могут быть объединены под названием секреторная диарея. Также существует воспалительный патогенетический механизм, который по-другому называется инвазивная диарея. То есть с точки зрения практики, все четыре патогенетических механизма редуцируются до двух. Секреторная или инвазивная. Доминирует, естественно, секреторная диарея. А вот тут начинается интересное явление. Давайте будем задавать себе вопросы и будем пытаться на них найти рациональный ответ. Ну, то, что разные инфекционные возбудители вызывают заболевания по одинаковым патогенетическим механизмам, было указано в предыдущем слайде. Возбудителей много, патогенетических механизмов всего четыре. Один и тот же возбудитель может реализовывать патогенетический механизм, воздействуя по разным патогенетическим механизмам. Ну, например, те же самые сальмонеллы. Они могут вызывать и, собственно говоря, активную секрецию водоэлектролитов. Они могут вызывать нарушение пристелочного пищеварения, таким образом реализовывая полный спектр патогенетических механизмов. С точки зрения практика обычного врача, с точки зрения лечения пациента, определение теологии возбудителя влияет на лечение только в исключительных случаях. Ну, например, холера. Например, шегелез, сопровождающийся классической клиникой гемоколита. В этом случае мы действительно учитываем этиологию, проводя терапию. Во всех остальных случаях мы лечим кишечную инфекцию. Кишечная инфекция, которая сопровождается обезвоживанием и электролитными нарушениями. Вот тут у нас эпидемиолог начинал нашу конференцию. Он жаловался про отсутствие средств. Налоговики в подобном случае всегда задают вопрос, а если найдем? Мы не налоговики, но попытаемся найти средства, которые в нашей системе здравоохранения тратятся впустую. Что самое интересное. Средств нет, но в то же время они есть. Первый вопрос. Нужно ли делать бактериологическое обследование всем пациентам секреторной диареи? Затрагиваем святое святых. Но если вспомним, то этот тезис и необходимость тотального бактериологического обследования, оно пришло к нам в 50-60-е годы прошлого века. Когда, собственно говоря, представление о вирусе как этиологическом факторе кишечных инфекций не существовало в принципе. И этот стереотип дублируется вот с тех времен до сего дня. Если мы посмотрим литературу, современную литературу, которая есть в свободном доступе, пожалуйста, мы с коллегами, молодыми докторами дискутировали, ЕМАДСНКОМ, МЭДСКЕП, пожалуйста, в свободном доступе каждый тезис вы можете проверить самостоятельно. В общем случае 70-75% случаев кишечных инфекций у детей это вирусная теология. Если диарея носит секреторный характер, если ребенок не имеет явной иммунокомпрометации, связанной с использованием иммуносупрессивной терапии, в частности, люкокортикоидных, цитостатических препаратов, не имеет прогрессирующего течения ВИЧ-инфекции, то вероятность вирусов повышается до 90-98%. Нужно ли доказывать то, что и так уже заведомо известно? Наука, она для того и существует, для того, чтобы изучать окружающий мир, формировать представления, которые потом мы можем использовать. Назначение антибактериальной терапии в некоторых случаях может не улучшить, а наоборот ухудшить течение заболевания. Хорошо всем известный феномен продукции токсинов, связанной с сальмонеллами. То есть у сальмонелл, у эшерихи и коли есть явление индукции токсинообразования, связанное с воздействием антибиотиков. Это стоит рассматривать скорее как компенсаторную защитную реакцию данных микроорганизмов. В данном случае лечение будет направлено на синдром кишечной инфекции, на устранение проблем, связанных с обезвоживанием пациента, коррекцию электролитных нарушений, а не на сам возбудитель. Ладно, с бактериями разобрались. А, кстати, по поводу денег. Вот, собственно говоря, деньги которых нету. Прошел, провел элементарное маркетинговое исследование, можете провести самостоятельно. Сайты коммерческих лабораторий предлагают бакпассивно-патогенную кишечную флору, антибиотикограмма 260 гривен, другая лаборатория предлагает 250 гривен, Европа предлагает за 30 евро. Наши почему-то димпингуют. Осталось разобраться, почему. Интересный, правда, тоже вопрос. Если помножить эти 260 гривен на то количество пациентов, которые проходят, вот, собственно говоря, и деньги которых нету. Второй вопрос. Вопрос, который, опять же, наверное, вызовет дискуссию. Вирусология. Насколько нам нужна всем пациентам, всем детям с кишечной инфекцией, вирусологическое обследование испражнений. Если мы и так знаем, что вирусы являются доминирующей причиной. Вирусы являются доминирующей причиной секреторных диареи, острых кишечных инфекций у детей. Если специфические противовирусные препараты отсутствуют. И у нас нет возможности, если в случае бактерии мы говорим про антибактериальную терапию, которая хоть как-то потенциально, теоретически, может воздействовать, то в случае вирусной инфекции подобное воздействие отсутствует в принципе. Основу лечения составляет ригиотезонная терапия. Ну вот экспресс-тест. Экспресс-тест не идеал. Экспресс-тест имеет ряд недостатков, присущих этому методу. Но тем не менее, варьирует стоимость от 110 до 150 гривен. Добавляем 250 гривен, получаем сколько? 400 гривен. 400 гривен на пациентов пустую. А говорят, денег нет. Следующий тезис, который хотел бы вынести на обсуждение шановной спельноты, шановных коллег, понимаете, вот мы привыкли жить в определенном мире, который нам достался, ну, кто хочет это называет, но тем не менее, факты остаются фактами. Медицина осталась той сферой деятельности, где пережитки тоталитарного прошлого наиболее выражены. В остальных сферах нет. Мы живем, руководствуясь приказами, которые были написаны тогда, когда, собственно говоря, нас еще с вами не было. Ну, я говорю про свое поколение, извините, ради бога. Стоит ли подавать экстренное извещение каждый случай кишечной инфекции, который проявляется с явлениями гастрита, энтерита, гастроэнтерита, то есть явление секреторной диареи плюс рвота, о котором мы с вами говорим, при спорадической заболеваемости. Мы не говорим про групповые вспышки, которые явно выявляются, потому что на пропускник инфекционного стационара попадает не один больной, а сразу группа. Знакомых между собой товарищей, которые сразу рассказывают, кто что ел, и потенциальный экологический фактор можно уточнить в течение 20-30 минут. Групповая вспышка. Это групповая вспышка. Опять же возвращаемся. А зачем передавать экстренное извещение? Если так известно, что это кишечная инфекция, вызванная вирусами, методы особой стойки гиены, то есть мойте руки, мойте руки хорошо, обрабатывайте руки после контакта с пациентом антисептиками, дабы не переносить эту инфекцию. На сегодняшний день вакцинация. И вот коллега-эпидемиолог призывал надевать маски. Но вот понимаете, коллеги, если каждый при себе представит, больной пациент, респираторная инфекция, но заложен, дышать нечем, чихнуть хочется, а еще маску надели, он снимет эту маску, ему нужно вдохнуть, прежде чем чихнуть. Без профилактики, специфической иммунопрофилактики вакцинации, говорить о том, что мы можем каким-то образом контролировать грипп или контролировать ту же самую ротовирусную инфекцию, это нерационально, это нереально. То есть в данном случае цивилизованные страны, благодаря широкому внедрению вакцинации против ротовирусов, существенным образом снизили заболеваемостью. Но природа не терпит суеты. Из 2013 года в статистике Соединенных Штатов вирусы номер один, которые выделяются у пациентов с кишечными инфекциями, являются норовирусы, диагностировать которые в Украине являются большой и сложной проблемой. Это отдельный вопрос, который нужно обсуждать, потому что, например, та же самая Европа, те же самые Штаты на сегодняшний день нарабатывают материал. Они нарабатывают те генотипы, которые циркулируют, те фенотипы с целью создания потенциальных прототипов вакцин, кандидатов вакцин. Потому что, в отличие от ротовирусов, норовирусы имеют гораздо большую изменчивость. И создание вакцин на сегодняшний день, оно возможно, оно является реальным, но пока сейчас идет наработка материала. То, с чем довелось столкнуться. То есть они проводят вирусологическое обследование испражнений пациентов с секреторными диареями детей, но не с целью выявления и диагностики передачи вакцинных извещений, а с точки зрения наработки материала, который влажет в основу разработки вакцин. Это нужно разделять. Нужно разделять науку ради науки и науку ради практики. Теперь перейдем к классике. Давайте будем опять же расставлять приоритеты. Вот тот миллиард, миллион детей, которые больше миллиона, миллион, запятая 3,75, которые померли, чего не померли? Они померли от обезвоживания, они померли от электролитных нарушений. Значит, нужно четко понимать, что приоритетом лечения кишечных инфекций является регидратация. Регидратация начинается с оценки степени тяжести. И вот эта таблица, которая есть в многих учебниках, но почему-то большинство учебников забывает объяснить, как правильно пользоваться этой таблицей. Мы оцениваем степень обезвоживания пациента по клиническим симптомам. Вот они. Оценивши степень обезвоживания, мы можем составить представление острой потере массы тела. То есть вот это тот дефицит, который есть у пациента. Информацию о массе тела пациента до заболевания и после заболевания мы имеем в исключительных случаях. Это тоже необходимо понимать. Степень тяжести оценили и получили острую потерю массы тела. Что нужно еще? Нужно иметь физиологические потребности. А где, кстати, они? Куда они делись? Ладно, хорошо, не проблема. Регидратационная терапия. О, вот они. Слайд потерялся. Патологические потери мы оценили. Теперь для того, чтобы составить представление об объеме регидратационной терапии, нам необходимы физиологические потребности. Настоятельно рекомендую использовать метод Холидея Сигара. Он прост, удобен, мнемоничен. Первые 10 килограмм, 100 миллилитров, куда оно делось? На килограмм массы тела. Вторые 10 килограмм, 1000 миллилитров, плюс 50 миллилитров на каждый килограмм, который превышает 10 килограмм. При массе тела пациента, который превышает 20 килограмм, 1500 миллилитров. Ну, понятно, первые 10 килограмм, вторые 10 килограмм, 1500 миллилитров, плюс 20 миллилитров на каждый килограмм, который превышает 20 килограмм. Ну, пример. 10 лет, 30 килограмм, стандартный ребенок, 1700 миллилитров. Это физиологические потребности. В зависимости от тяжести состояния мы оценили патологические потери, добавили процент потери массы тела и получили тот объем, который ему необходимо обеспечить ребенку в течение суток. Лечение кишечных инфекций. Если мы посмотрим на приоритеты, то приоритетом является регидрационная терапия. Или он регидратируется, или он помрет. Все очень просто. Рациональное вскармливание играет очень важную роль. Рациональное вскармливание направлено на сокращение продолжительности диарейного синдрома и связано с развитием синдрома малиабсорбции, который сегодня уже звучал. Лактазная, дисахаридазная недостаточность. Недостаточность липолитических ферментов, которые возникают в остром периоде кишечной инфекции. И может быть корректирована элементарными диетическими мерами, которые известны всем Экаджиму. Ограничение молочных продуктов, ограничение углеводистой пищи, ограничение пищи, богатой жирами. Антибактериальная терапия при наличии жестких показаний. Вот мы послушали доклад белорусов, ну что сказать, как говорится, завидуем. Завидуем тем, что они уже впереди. Они уже сформировали списки А и Б, как вы видели. Списки препаратов, которые являются препаратами табу для амбулаторной помощи. И имеют возможность проводить мониторинг антибиотико-резистенности на современном уровне. Что циркулирует у нас? Тера-инкогнито, увы. Регитационная терапия. Мы уже с вами сказали о том, что не начинаем с расчета объема жидкости. Суточный объем регитационной терапии, который состоит из фиологических потребностей и патологических потерь. Определиться, как будут компенсироваться потери в электролитах и как обеспечиваться потребности. Но, если мы говорим про амбулаторный уровень оказания помощи, и второй степень обезвоживания в условиях стационара, целиком и полностью оправданными является проведение оральной регидратации. Современные растворы для оральной регидратации уже содержат в себе необходимый набор электролитов. И в этом случае расчет потребности ребенка в натрии, калии, хлоре, проводить не обязательно, нет в этом необходимости. Обеспечение достаточного объема жидкости, восстановление микроциркуляции, а дальше почки сделают свое дело. Они восстановят кислотное основное, электролитное равновесие, и ребенок благополучно выйдет из-за кишечной инфекции. Регидратация может проводиться в виде оральной и парентеральной. Оральная является основным методом регидратации. На сегодняшний день, опять же, показано многочисленными исследованиями, что даже при холерной диарее не страдает абсорбция электролита вместе с крупными органическими молекулами. То есть, иными словами, есть все основания утверждать, что оральная регидратация является эффективной. Кто желает, может проверить эти слова. Медскейп, пожалуйста, готов к вашим услугам предоставить, в данном случае, эту информацию. Холидей и сигар мы уже вспомнили. Ну а теперь, опять же, давайте будем считать. Вот мы поговорили про нерациональные траты обследования пациента. Сколько стоит один пакет раствора для оральной регидратации? Не буду называть какого, как говорится, мы не занимаемся рекламой. Порошочек, который разводится на 1 литр, порядка 10 гривен. Ну, опять же, разные цены, разные аптеки. 20 пакетов, 200 гривен. Много это или мало? Если ребенку на сутки нужно 2-3 пакета, 20-30 гривен. Что, это катастрофа? Даже в условиях экономичной крызы, как принято козаты, это не проблема совершенно. Но, тем не менее, проведение этого лечения позволит обеспечить благоприятный исход заболевания. Назначение антибактериальной терапии. Ну, опять же, к сожалению, проблема. Потому что бесконтрольное использование антибактериальных препаратов, кроме как увеличения антибиотикорезистентно-церклирующих штаммов, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому на сегодняшний день, наверное, стоит в качестве доктрины взять использование антибактериальной терапии при наличии показаний только в условиях стационара. Потому что амбулаторное использование антибактериальных препаратов, если есть необходимость использования антибиотики амбулаторно, пациент не требует госпитализации, значит, наверное, те же состояния пациента не такая, которая бы заслуживала использование антибактериальных препаратов. Иными словами, по-другому решить проблему не удастся, не получится. Ну и, собственно говоря, каким образом можно улучшить? Улучшить оказание помощи этим пациентам. Приоритетным является использование гиатетизационной терапии, как единственного научно обоснованного метода лечения кишечных пациентов с кишечными инфекциями, которые влияют на исход, влияют на выживание пациентов. Ну и второе, ограничение нерациональных трат по обследованию и лечению пациентов. И использование выводивающих средств на другие приоритетные цели. Контроль антибиотикорезистентности, проведение вакцинации. Если так посчитать, то деньги они есть. Дякую за увагу. Субтитры создавал DimaTorzok